салют геймоголики и добро пожаловать в прохождение might and magic world of xin в студии записи летсплеев сегодня с вами я хованский и мы с вами сейчас выйдем из ривер сити и продолжим наше исследование восточных земель которые в большинстве своем таят разнообразные секреты до сих пор потому что я посмотрел они нихера на карте у нас не открыты видите как много не открытого вот эти вот серые видите штучки это значит мы там еще не были там еще не ступала нога наша о как бывает ребята блин вот ну и продолжаем наше исследование собственно что-то шевелится зомби был наказан меня ребята иногда называют москва потому что я говорю но не показываю а наказываю ой как пошутил хорошо ой так хорошо что что-то внутри как оборвалась сказал бы сердце да нет у меня сердце больше мальчишки ну вот да и продолжаем вот тут как снежное болото я опять забыл что это такое походу это болото короче вот но и это болото теперь открыто немножко вот но вообще часто вы меня спрашиваете в комментах типа федор федор что-то достал все время про might and magic говорить пока играешь не расскажи нам что-нибудь прикольное типа поделись какими жизненными своими событиями ну что сказать ребята вот смотрелся не фиромира например снова отличный такой канал на ю тубе он сейчас готовит бой с предателем и злогором не знаю может быть к моменту выхода этого видео он уже будет жестоко избит или возможно даже вообще убит предателем и злогором но пока этого не случилось держим за фирку кулаки хэштег фирка живи на twitter facebook и вконтакте . ру великом хуй знает вот такие вот дела из литературных новостей ребята начал читать короткие и не слишком короткие о бутылка отлично так открываем бутылку в ней был свиток зачарование предметов супер но да да короткие не очень короткие рассказы старины говарда о конане известным также как конан варвар конан покоритель конан до саймери и хуй знает кемериец я не знаю я я на наебаном инглише все это слушаю все это говно о часовенка часовни электроэнергии и теперь кое у кого из нас есть неплохая защита от этой самой электроэнергии надо только сохраниться чтобы время зря не терять вот и вот такие дела да мне очень нравится его стиль мне очень нравится стиль этого дядьки этого самоубийца из далекого прошлого конан это захватывающая литература она простая до многие могут ругать за это говорит что она такая примитивная типа хуё-моё никакой красоты а толкин толкин намного лучше еще одна кстати бутылка со свитком ничанта да но 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 хуй знает ребята знаете мне этот джибраил объяснял сегодня чем эпическая фэнтези толкина отличается от геройского фэнтези говарда и честно говоря если бы была какая-то битва жанров как битва предателя азлагора и предателя фиромира я бы ставил свои деньги на геройское фэнтези потому что она прикольная господи блин конан сидит в тюрьме потом ему помогает прекрасная чаровница сбежать оттуда который просто как вешается на него и он такой типа у тебя хороший вкус в мужчинах детка раз ты вешаешься на конана конана мастера удовольствий и она типа я хочу родить от тебя трех детей но ты и он потом съебывает оттуда только чтобы спасти от казни еще одну прекрасную прелестницу и так в принципе по кругу это все и ходят очаровательно просто сочно с хорошими описаниями иногда очень глупыми с постоянным использованием слова и джек юлей шин что очень странно либо ховард был немножечко больше чем другом для своего выдуманного мускулистого мужчины либо в прошлые времена слова джек юлейт значило что-то еще потому что во многих рассказах про конана если какой-нибудь персонаж кричит то это описывается как хи и джек юлейтет стронг шкрим но вот то есть он эякулировал громогласным возгласом скажем так и это довольно довольно забавно звучит еще в какой-то момент конана называют a rope that bind all the faggots потому что faggots во времена старины ховарда значило прутья хворост то есть конана назвали веревкой которая скрепляла вместе прутья но да это очень смешно звучало and when the rope was gone the faggots were scattered я был такой лол лол нормально блять сказал неприличное слово вот такие вот дела но это из мира литературы еще не так много прочитал чтобы было про что рассказывать но вдохновляюсь потихонечку ну что еще из мира кино я тут на медне посмотрел фильм дэдпул не знаю зачем я эту тему сейчас поднял потому что мне нечего сказать об этом слишком какой-то скалькулированный фильм он типа да он он такой такой чернокомедийный он такой как и джи но это очень просчитанный эдж знаете это не зеленый слоник ребята это совсем не зеленый слоник а пока фильм невозможно сравнить зеленым слоником я его всерьез конечно же не воспринимаю и тем временем на нас снова ноэль филдинг напал блин сейчас я сейчас его готова но да и если вам интересно чем я в этой серии вообще занимаюсь да то грубо говоря я просто изучаю окрестности никакой особой цели у меня в этой серии пока по крайней мере нет может быть мы наткнемся на какой-нибудь интересный квесток со временем но пока что я просто хочу открыть себе всю карту а что у нас тут жило я не помню а вот здесь как раз жил холон эффективный которому нужно было лавы немножко доставить ну что ж найдем мы тебе и лаву дружок она кстати на востоке тоже скорее всего будет да чё ты дерешься ты чё ты терешься так сильно вы это видите какой-то драчун драчила настоящий блин бывают же люди неблагодарные вот а я его собственно чуть ли не своей собственной грудью вскормил да а он на нас наезжает теперь не знаю к чему я это сказал но история покажет историки будущего разберутся а мне пока что как то ребятки все равно продолжаем бродить по болото ничего я тут особо интересного конечно не вижу но кроме вот это вот место да и у нас нету все еще подходящего камня для этой штуки ну найдем рано или поздно а вот этот звук что сейчас был это я пил из стеклянной бутылки вот кстати интересно я просто знаете ребята я считаю что летсплеями только петухи занимаются если честно да поэтому я ни одного чужого летсплея в жизни не смотрел типа ну порядочные качественные вот плейщики если вот вы знаете они как вам сказать но они они пьют жрут во время записи или они типа как вырезают потому что я не верю что кто-то может пробиздеть больше получаса и ни разу не похлебать какой-нибудь приятной жидкости с горла наверное вырезают но я считаю что это они зря нечего стесняться своих телесных нужд ребята знаете все мы скоро будем старыми развалинами с мизерной пенсией в государстве которая не может обеспечить достойной старости даже даже своим номер один патриотом вот да и вот тогда тогда слабости вообще станут нашими сильными сторонами знаете слабости станут нашим всем и и говорится чё-чё-чё-чё от них сейчас бегать хочешь во время летсплея чипсанов погрызть грызи вполне эти эти ебаные твичеры они они только так пожирают всякое говно во время своих трансляций так но тем не тем не менее давайте вернемся к игре на какую-нибудь хоть одну секундочку да отвлечемся как говорится от моего внутреннего монолога и всего такого здесь у нас глубокая вода ведь она темнее по цвету чем вот это обычная вода по которой мы можем ходить и она глубокая и здесь есть какой-то как островок с какой-то движущейся хуёвенкой я хочу туда попасть поэтому я сейчас сохранилась и поэкспериментируем я где-то была спелка хождение по воде прогулки по воде я бы даже сказал с апостолом андреем и его пескарями возможно нам надо будет ее применить сейчас может быть с ее помощью мы попадем на этот островок посмотрим что там дергается но хер знает с другой стороны потому что я чет не вижу ее у себя тут а вот она вот она все хорошо но может она не сработает можно только на нормальную нет ни хрена смотрите как здорово только я вижу там монстра какого-то водяного отдаления ой упс 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 ой блин 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 загружаемся уйдает ой ёптва ой ёптва несси приплыла погодите мне надо ее запиздить и перезай улова у ребята в это в это видели в это видели братишки несси вынесла нас в один просто удар иностранное лохнесское чудовище все как инопланетный инсайдер и предупреждал это же просто кошмарная тварь так хорошо тут надо пить этому самому ну джебраилу вот и еще раз я думаю что тоже джебраилу пусть у него будет интеллекта нет клерик тоже пусть все мы на равных мы на равных ребята мы за равенство равенство пидоравенство как я его называю так и в этот раз мы даже смогли по ходу сгибаться от неси хорошо сохранимся еще раз по такому поводу и ну-ка 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 вау вау да чё ты чё ты делаешь что ты делаешь нести ты ты чё ты сумасшедшая что ли гадите может быть федор сможет ее запиздить до федора запиздил нормально унизил так хорошенечко ой 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 не не мы еще мы еще слишком малы чтобы с таким связываться позвольте мне быстренько перезагрузиться о зашибись да да с водяными драконами мы с вами потом пообщаемся пойдем пока откроем еще немножко бережья да опа вообще офигели офигели блин такой фанташка хороший причем он походу дал навсегда повышение этих скиллов скорее всего да вот но зато охранял его просто монстр монстров а я уж думал что мы совсем готовы тут схлестнуться в битве хотя я думаю что если бы сейчас пробавился как следует и спелки бы кастовал вместо того чтобы хуи пинать это скотинка она бы быстренько сдалась так мы находимся в f это квадрант вертигу так что пошли-ка мы отсюда ребята вот в квадрант не в квадрант е я хочу ед тут тут да отлично сексе и сексе пист сохраняемся и теперь я думаю надо разведать север может быть дальний север типа вот такой север у придумал придумал мальчишки а помните как здесь были эти гном и шахты и всякое такое говно да а может через горы вот эти вот так вот не перелезали мира о лава лава пацаны пацаны помните вулкан искал в прошлой части походу нашел походу вулкан где-то здесь окей ой да самое время мне кажется перезагрузиться снова просто так не потому что я лузер лузер свинные копытца просто без какой-либо причины и очень хорошо так куда мы еще пойти можем что это такое горелые деревья походу так эти лавовые камни я трогать не хочу не хочу их трогать куда так что же я хочу тогда делать ой 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 страшный огненный человечек так сейчас мы к себе подпустим и джибраил по нему запалит какой-нибудь классной спелкой только вот какой какой-нибудь ледяной надо потому что он из огня сделан как вы видите ребята геймоголики мои так испепелить не подойдет огненный шар думаю тоже инферно сомнительная левитация тоже наверно здесь слабовато будет где хоть одна ледяная у тебя же был какой-то мистик фриз эпик фриз мистер фриз какой-то такое говно но видимо больше нету или это было у клерика а кто его знает во фантастик фриз блин вот же она я туплю вот select каст ой хорошо хорошо его льдом прожарили получаю лавовый голем лавовый голем я так не думаю так и закастуем короче day of protection на всякий пожарный мало ли он страшно силен окажется сейчас да он кстати довольно силен он пизды получает неплохо так и никакой реакции по сути от человека при этом так надо бы какой-нибудь хил наверное использовать нет не такой лучше какой о колдрей колдрей давай колдрей выбираю тебя дринк атаковал чё-то как-то хуёвенько оу покраснел покраснел сейчас забьем сейчас запиздим его только вот алиною мы накастуем сейчас day of sorcery чтобы быть прикрытыми со всех флангов вот и все и 10 гемов ребята вот так вот добрейший вечерочек мальчишки добрейший вам в попу вечерочек так не знаю могу по этим скалам а я могу свободно перемещаться по этим гнилым скалам все окей так только где бы тут лавы найти немножко которую взять с собой можно давайте посмотрим я предполагаю что лава если бы я был лавой вот вот где бы я был вы нашли камень который все еще горяч от древней хотя он и вывалился из древнейшего вулканического эрупция нет 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 из древнейшего извержения вулкана странно но вы можете его взять в руки не обжигаясь ну прикольно прикольно так теперь надо да ой команде нужно отдохнуть давайте отдохнем где-нибудь в нормальном месте как вот тут например да вот теперь можно поспать спим отлично сексе сексе эротично даже я бы сказал каком-то смысле вот накладываем наши бафы накладываем еще немножко наших бафов и и отправляемся в путешествие куда а сейчас нам наши записки покажут вами вы посмотрите на это они уже опять разломали все свое оружие и дайте угадаю щас броня еще да да вот вот у этого осла уже броня сломанную ну супер хорошо что аксессуары не ломаются думаем бы их сломал тогда блин что за люди вот ничего зато вот они ты восхитительная сила куха а и кстати дома теперь когда мы этот квест дадим сможем лаву получить вот что я еще припомнил так b396 хорошо пойдем в b3b у нас где-то вот ой еще это в глубокие воды вышел то что я сумасшедший что лишь не больной какой-то уже совсем так где b это c значит еще топаем вот сюда это у нас c все еще топаем еще вот сюда это у нас b уже b3 и вот вот я уже вижу его лачугу на карте лава великолепно вы не можете представить сколько времени вы мне сэкономили возьмите вот эту вот хуебенцию в качестве оплаты виджет какой-то виджет он нам хочет дать окей какой что это такое 150 штук опыта вау вау они-то нашла виджет окей сейчас и сохранюсь конечно я хочу посмотреть что такое хотя у нас тут никакой информации обычно предметов не пишутся как вы понимаете но да но у нас есть виджет зато как добру ли и худу ли но у нас есть виджет так а какие у нас еще есть квесты текущие потому что если никаких я пойду в какой-нибудь городок лава лапится вот только поебень какая-то дать последний цветок лета осеннему друиды идти в шопу ребята эти друиды они просто сломали мне мозг они нормальные если вы понимаете о чем я так хорошо я и у меня такое ощущение да ребята гадик карту давали сюда мне такое ощущение ребята что эти вулканические земли достал поизучать немножко в ленте ограни жестокие какие-то чё это их так много вообще но ничего все пали отдыхаем хорошо да мне кажется лучше попаваться кажется это немножечко бесит делать это каждую секунду и все такое но это стоит того потому что с бафами мы сильнее где-то 3-4 раза вообще но эльфилдинг уходи еще один но эльфилдинг сколько вас здесь окей окей так а что это вообще за город у нас вот тут у то что мы пришли в какое-то новое место ребята смотрите фалагар волшебник этот регион в опасности в первую очередь скрабей в скрабей изображение моей сестры корлованы был похищен и теперь мои кристаллы пьезоэлектричество окей были украдены прошлой ночи я припомнил историю рассказанную мне когда я был еще мальчиком о странной машине которая производила рептилоидов эта машина может быть включена с помощью кристаллов пьезоэлектричества и скрабея изображений я никогда особо не верил этой истории потому что мне ее рассказал сумасшедший колдун но теперь я просто вот не могу иначе никак думать только как что это правда пожалуйста верните мне мои кристаллы и я вам дам за это награду окей вы не принесли мне мои кристаллы пьезоэлектричество возможно они в аспе а асп насколько я знаю мальчишки это вот это вот такой вот городок в котором мы с вами еще не были прикольно давайте его изучим вау это еще один город в котором монстры живут есть хоть один цивилизованный город господи ну ладно хорошо чего змеи человек а это походу рептилоид как раз которого произвели с помощью похищенных кристаллов пьезоэлектричества анон он слабый зато так что все окей а еще один накажу пьедестал кто-то тронется они это конечно ну окей что это сделала с они ты сейчас хер и знает что это с ней сделал я не знаю да что это с ней сделала что-то и делаю так если это сломала ее одежду я убью кого-нибудь нет что это делала что это здесь него я боюсь я боюсь хочу их трогать больше что дом чешуи окей его жительница города в этом городе где то есть трансформатор который превращает людей в змей если вы уничтожите то проклятие конечно же закончится окей хорошо понятно сейчас мы с вами ребята пойдем и вместо всяких вот нажатий на сферы всевозможные ям яма путешественников окей да вот вместо всякого говна мы пойдем с вами вырубим трансформатор который всех делает рептилоидами коварными кровать сделанную из соломы кто будет обыскивать но они-то конечно ничего нет в кровати и в этой кровати а в этой было дохуя денег окей волшебное зеркало пока что нам не надо мы отсюда уезжать не собираемся еще один рептилоид откусает пыль ох блин врата не открываются нихера гадди попросим во молли отлично вор вор справился где воин не справился слабые вы слабые рептилоиды вам никогда белого русского человека не 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 под свое ермо не посадить под своего ермольника так пьедестал кто-то тронется но они-то пусть дотронется пьедестал холодный на ощупь окей прикольно почему что зачем как куда блин слабые слабые расстреливаем реально подходе почему здесь кровати посреди улицы стоят расположены ведь нужно в квартирах кровать содержать а еще комната какая-то прикольно сара слитер гейлд мастер слитер значит ползать по-английски смотрите она говорит как змея я пишу ваше имя в гильдийский список за 500 золота хис окей хорошо я согласен всех колдунов вписывай как только вообще как можешь вот так отлично теперь мы члены гильдии аспа ой ой не то нажал надо было кнопку с на клавиатуре нажать смотрите как гремучая змея по ходу какая-то именно вы знали кстати что вот эту вот хуёвину настоящей гремучей змеи она короче пустая сириус ли и там реально какие-то говноки типа реально постукивают то есть это в прямом смысле природная погремушка ребята удивительно не так ли вау вау вы это видели ребята захожу на песок и меня как назад откидывает сразу а вот сейчас не откидывает окей а сейчас опять откидывает окей окей но ничего я знаю примерно как с этим боро ой блять они то отравилась но да я знаю как с этим бороться конечно да и все такое ребята но блин да не хиленько нам подфартило так еще одна кровать ничего в ней нет а я все гляжу взгляд не отвожу что называется окей холодный пьедестал это мы уже видели продолжаем изучать город еще одна кровать соломенная ничего в ней нет и в этой ничего нет а здесь вот рептилоидов на нас толпа целая напала но улетают они как мигрирующие стаи птиц скажу вам так вот поэтичный к они то опять отравлено но зато нашла рог да так еще одна комната с кроватью у деньги у ничего а кольцо окей нормально хорошо жить на свете ребята вот честно слово так эту часть мы города значится проверили так а вот зато гильдия аспа да и вот еще гильдия аспа точнее вот еще кровать и на ней было было денег немножко и на этой тоже вот зато гильдия аспа реально ребята сейчас мы у они то снимем ее ее сраную отраву если она отравлена я часто путаю донально отравлено здесь же змеи ядовитые конечно она отравлена кастуем вот и так вот все зашибись но посмотрим какие спелки у нее тут есть этой тетушке начнем с алины наш шопинг а тут только одно есть dragon sleep усыпляет дракона примерно так же как спелка простой сон усыпляет людей хотите купить сон дракона ну хотим наверное какая нахуй разница уже джебраил купим тоже вот для коллекции прикольно городской портал это же отличная спелка и вот еще снимающая стоун с человека сексе ребята сексе немножко совсем здесь запленание было но все они довольно приятные как этому не порадоваться скажите вот мне у у магазин змеиного масла адам житель города ужасная вещь случилась с аспом проклятое проклятье было наложено на нас и короче но превращает наших людей в змей пожалуйста помогите нам ребята хорошо хорошо мы уже слышали об этом вот то же самое здесь чем какого хрена если их только-только в змей стали превращать им это тем более не нравится почему они говорят с шипением почему у них дома называются как-то связано со змеями тематически объясните мне вот это на милость что не можете да ну понятно тогда так колодец вот я думаю последним моим актом в этой серии летсплея будет проверить этот колодец понятно хорошо он просто ядом кидается но даже не отравила нитку так что все заебись вот такие вот дела ну и на этой веселой ноте я хотел бы попрощаться с вами геймоголики пожелать вам всего наилучшего реально успехов в учебе в личной жизни в хуй знает чем вы еще занимаетесь в нелегальном чем то в чем-то стремном нелегальном и постыдном чем вы занимаетесь вот если вам понравилось это видео и особенно вот вот то что я сейчас сказал зачем-то ставим лайк ставим подписаться ставим плюс ставим гугл плюс и все пока пока